Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему враги человеку домашние его? И мы рассмотрим два текста. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 36 стих, и книга «Исход», 20 глава, 12 стих. И сначала я прочитаю отрывок из Евангелия от Матфея, 10 глава, 36 по 37 стих. «И враги человеку домашние его, кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня». И в то же время в книге «Исход», 20 глава, 12 стих, сказано «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». О том, что наши домашние – это не только наши родители, но это и наши родственники, об этом в Писании тоже мы находим подтверждение. Например, в книге пророка Исаии, 58 глава, 7 стих, сказано «Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». То есть единокровный – это каждый наш родственник. Так о чем же говорит Христос, когда настаивает на том, что враги человеку домашние его, и что кто любит отца или мать более нежели его, не достоин его. Речь идет о том, что мы должны выстроить правильную иерархию ценностей. На первом месте всегда Бог. И когда мы все на первое место будем ставить Бога, мы будем соглашаться с теми законными, которые проистекают от Него, от Бога, и в мире воцарится гармония, в том числе и во взаимоотношениях с домашними, родными и близкими, и прежде всего с родителями. О важности таких отношений мы читаем у апостола Павла. Это первое послание к Тимофею, пятая глава, восьмой стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть всякий, кто не печется, не проявляет заботу о своих домашних, и о родителях, и о детях, и о родственниках, то, что называется «единокровное», он как бы отрекся от истинной веры, потому что истинная вера научает как раз правильно относиться к ним. А то, что их нельзя ставить на первое место, это очевидно, потому что первое место принадлежит Богу. И все, что мы ставим между собою и Богом, и если это что-то мешает нам общаться с Богом, это есть проявление, конечно, язычества. Христос заботился о своих домашних. Даже в момент смертной агонии, вися на кресте, он решал вопрос о том, с кем будет находиться его мать, Пресвятая Дева Мария. И прямо с креста он посмотрел на Иоанна Крестителя, потом на свою мать, и сказал Иоанну, «Вот, си, мать твоя!» А потом обратился к ней, «Вот, си, сын твой!» То есть даже на кресте, даже в момент смертной агонии, Христос исполнял эту заповедь, митцвод о том, что надо почитать отца и мать. Он почтил из своего отца, когда в Гефсимании покорился волей Бога, когда сказал, впрочем, «Не моя, а твоя воля будет». Поэтому утверждать, что Христос провоцирует конфликты с родителями, с родственниками мы не можем. Он сам являет пример без конфликтного отношения к родным и близким. Берегите себя, друзья, берегите свои семьи, своих домашних. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо всех, Господь!